В салон связи злоумышленник пришел минут за 15 до начала рабочего дня. Подобрал ключ и открыл дверь. А дальше моментально отключил сигнализацию. Он откуда-то знал пароль, откуда сейчас устанавливают полицейские. Дальше события развивались стремительно. Записи с камер наблюдения. Мужчина, не раздумывая, отправляется сразу в подсобное помещение. Там хранится все самое ценное. В этом шкафу он почему-то не заперт сотни коробок с телефонами. Вот злоумышленник спешно набивает гаджетами сумку. Еще часть товара кладет в рюкзак. Больше складывать некуда. Сумка не застегивается. Но мобильные-то еще не закончились. Не оставлять же их решает вор. Убедившись, что время еще есть, хватает со стола пакет и набивает коробками и его. А вот он с трудом тащит свою добычу. Но все-таки успевает покинуть магазин до прихода продавцов. Он похитил более 190 мобильных телефонов, после чего скрылся. А сумма причиненного ущерба составила более 4 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники московского уголовного розыска выяснили, что подозреваемый выехал за пределы столицы. Спустя 5 дней мужчина был задержан в городе Санкт-Петербурге. Все похищенное парень успел продать. Еще в Москве до своего бегства в северную столицу. Вот кадры обыска машины одного из покупателей. Сейчас в вашем присутствии будут выложены данные пакеты. И в пакетах что там находится. В пакетах те самые телефоны. Мужчина купил у вора примерно половину похищенного. Собирался продать в своем онлайн-магазине. Остальное полицейские обнаружили на одном из столичных радиорынков. Все похищенное полицейские изъяли и вернули в салон связи. Подозреваемого арестовали. Судить его будут по статье кража. Стражи порядка устанавливают, кто еще причастен к преступлению. Не исключено, что задержанный был в сговоре с кем-то из работников магазина. Екатерина Зотова, Андрей Чернинок, Петровка, 38.